Приветствую, друзья! О бренде JQ я лично слышу впервые, однако внешне модель 4U Pro мне очень сильно напоминает уже порядком нашумевший Янин Кэнон. Значит ли это, что мы вновь получим чуть ли не выдающийся звук свою цену, ну или просто разные компании заказывают свои наушники у одного OEM-производителя? В этом мы и постараемся с вами сегодня разобраться. Собственно, поехали! Приходят наушники в очень большой картонной коробке с изображением красных роботов, логотипа и стирающимся слоем проверки подлинности. Внутри нас встречает, что меня крайне изумило, металлический шильдик с характеристиками наушников, где мы узнаем о размере динамического излучателя, чувствительности равной 112 дБ и импедансе в 19 Ом. Там же находим номерную карточку от производителя, вонючку в машину в виде робота. Пахнет какой-то синтетикой. И внушительный на вид вот такой плотный кейс из кожзаменителя, в котором уже спряталась салфетка для ухода за чашечками, две заушины старого образца, клипса на одежду, простенький переходник на 6,35 мм, еще один переходник самолета, буквально целый мешок различных амбушюр, из которых можно выделить черные, белые, двойные, цветные и пенки. Казалось бы, просто царский комплект, однако вместо всего этого я бы хотел увидеть модульный кабель с тремя видами штекеров. Классический джек на 3,5 мм в 2022 году лично мне уже кажется каким-то анахронизмом. При этом к качеству кабеля никаких претензий у меня нет. Витой, белый, симпатичный, все ключевые элементы сделаны из металла, да и аппаратура показала сопротивление, равное 0,1 Ом. То есть кабель ну просто превосходен. Сами чашечки выполнены из какой-то немецкой смолы с компенсационным отверстием направленным назад, средним по размеру металлическим звуководом и желтой надписью 4U Airs. По ней я собственно и опознал производителя Canon. Там ровно таким же шрифтом, цветом и стилем наносили серийный номер модели. С внешней же части у меня довольно обильное вкрапление белых и золотых частиц. Смотрится это неплохо, ну а большего здесь и не требуется. Внутри их слова установлен 10-мм динамик и целых 4 неназванных арматурных излучателя, по 2 на средние и высокие частоты. Сели они мне чудесно, звукоизоляция отличная, да и по насадкам есть из чего выбрать. Вот так вот собственно это все и выглядит. По измерениям у нас чуть более продолжительный относительно нормы и импульс, незначительные расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике достигающие 0.8%, что очень даже неплохо. Фаза ведет себя предсказуемо, а затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 82 и 96 мс, причем вообще без каких-либо возмущений. В плане графиков разницы между белыми и черными насадками, как видите, нет вообще. Цветные чуток добавляют высоких, а елочки делают это с еще большим размахом. По АЧХ же мы имеем умеренный подъем низких частот на 7 дБ, с плавным заходом на середину, аналогичные по амплитуде акценты на 2.4 кГц и еще два пика на 5.8 и ровно 8 кГц. С точки зрения психоакустики все эти значения немного сдвинуты, однако невозможно отрицать общую плавность графика и отсутствие слишком уж каких-то спорных мест. Говоря о звучании JQ4U Pro мне очень хочется отметить какую-то совершенно нереальную эффектность подачи. Это действительно завораживает и способно вызвать даже тот самый вау-эффект. Я и сам весь первый день буквально плавал от эйфории. Не скажу, что это шедевр, наушники даже близко не стояли рядом с Kinnera URT, ну то и понятно по ценнику, а вот с теми же Canon их вполне реально сравнивать. Но, как это всегда бывает, везде есть свои подводные рифы. Так уже при первом прослушивании я ощутил некоторую странность. Словно левый и правый канал чуть отличаются друг от друга. Однако измерения не подтвердили эту гипотезу, обе кривые АЧХ были в пределах нормы. Впрочем, играет-то здорово, зачем волноваться. Вот даже кто-то придумал гипотезу, что там есть особенности посадки. Забегая наперед, гипотеза ложная. Просто человек не знал причину и рассказал, как сам понял. Пальцем в небо, конечно. Но это лишь подтверждает наличие здесь проблем. Продолжилась моя история на следующий день, когда я решил насладиться любимым джазовым трио. Начинаю слушать и понимаю, что все не так. Эта музыка определенно должна звучать иначе. Вокал от чего-то оказался глубже, словно вокалист отошел на несколько шагов назад. А две гитары, которые в изначальной задумке образовывали своеобразную такую почти бархатную подложку для вокала, на этот раз играли но чуть ли не на периферии слуха, образуя между собой пустое акустическое пространство. Отчего звучание стало беднее и каким-то непривычно разрозненным. Заметьте, музыка была предельно простая и вот такой косяк. Хотя в других отзывах вы, возможно, об этой проблеме и не услышите. Почему так все просто? Чтобы ее понять, нужно взять и сравнить звучание с чем-то референсным. Обложившись наушниками, благо их сейчас у меня предостаточно, я пришел к выводу, что либо все остальные играют неправильно, либо у JQ4U Pro явная проблема с акустикой. Ни с АЧХ, ни с посадкой, ни с амбушюрами, все это я перепробовал многократно. Именно с акустикой. На удивление я узнал в ней эффект так называемого расширителя стереобазы. Какое-то время назад я баловался созданием электронной музыки и подобный плагин был одним из моих любимых. Определить его оказалось очень просто. Левый и правый канал максимально разносятся в стороны, а центр ощутимо так отводится назад, создавая тем самым эффект увеличенной ширины и глубины. Но это, как вы понимаете, нечестный путь. Попадаются на такое в основном новички, ну и некоторые профи пока не возьмутся за знакомый материал. Так, собственно, было и у меня. Сперва я, правда, грешил на амбушюры и действительно нашел две пары, немного уменьшающие данный эффект. Стало чуть лучше, однако серьезно ничего не поменялось. Просто разнос уже был не настолько кардинальным и гитары немного выплывали из периферии. В итоге музыка, с которой я толком не знаком, мне в 4U Pro понравилась, а стоило взять что-то заслушанное до дыр и отклонения проявлялись в полную силу. Да, знаю, что наушники с таким же эффектом есть и в сегменте выше 100 тысяч рублей и знатоки определяют это как особенную фишку. Однако это и есть та самая аудиофилия в худшем своем проявлении, когда проблему определяют как нечто положительное. Окончательную же точку поставила оркестровая музыка, где в центре все буквально перемешалось, а левое и правое крыло, судя по ощущениям, решили прижаться спиной к соответствующим из стен зала. То есть звучит, как жалкая пародия на оригинал. Не хочу сказать, что все здесь просто кошмар, хотя в акустическом смысле так оно и есть. Впрочем, понять проблему сможет далеко не каждый меломан. Для этого нужен солидный опыт с качественной аппаратурой. Так что новички останутся в полнейшем восторге. Ноги сами бросятся в пляс, а улыбка озарит лицо. Что и не удивительно, ведь звучат GQ4U Pro необычные, просто сверхинтересные. С ощутимым размахом, глубиной и очень подробной прорисовкой текстур. Бас сделали довольно глубоким, а серединку чуть теплой, с приятной слуху массой, мелодичностью и выразительностью. Но еще сильнее удивляют продолжительные просто сверхкомфортные верха. Настроили модель действительно превосходно, а ЧХ выше всяких похвал. А вот с акустическим построением явно перестарались. Хотя лично мне эта модель поможет отфильтровать тех, кто не способен к развлечению. А ЧХ не в счет, она легко правится обычным эквалайзером. А вот такие акустические проблемы надо уметь выявлять. Новичкам и любителям всякого эдакого наушники точно зайдут. К тому же, они совершенно нетребовательны к источникам и все жанры звучат в них одинаково криво. Итогом гибридные внутриканальные наушники GQ4U Pro мне прежде всего понравились своей посадкой и качеством этого кабеля. Остальная комплектация здесь насыпана, на мой взгляд, лишь бы была. По подаче же модель звучит словно с выкрученным расширителем стереобазы, когда левый и правый канал максимально уходят в сторону, а серединка отводится назад. На мой взгляд, это серьезная акустическая проблема, о чем я сегодня подробно и рассказал. Однако если от нее абстрагироваться, то сами по себе наушники весьма неплохи. Теплый естественный характер, достаточно массы, мелодичности. В общем, реально мог бы быть хит. Но чуток не дожали или даже пережали. Рекомендовать я их, конечно же, никому не буду. Лучше посмотрите на что-то другое, а производителю отдельная рекомендация. Не юлить, а делать с использованием качественного референса. А на этом у меня все. Это были гибридные внутриканальные наушники GQ4U Pro. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь в ВКонтакте и Телеграме. Собственно, пока.